писать что-то. Все люди взрослые, сегодня на данном событии, зайдите в чат и напишите, кто из какого города, кто из какой страны. А я прям сейчас зачитаю напрямую, пока у нас присоединяются ребята. Так, есть, на связи Москва. Добрый день, Владимир Плюс, огонь, шикарная связь, Леночка, спасибо, все хорошо. Южная Корея на связи, отлично. Новосибирск здесь, Калининград, Минск, Омск, Нефтекумск, Иркутск, Ялта, Ижевск, Волгоград, Сеул, Гатчина есть, Томск, Калужская область, Франция. Замечательно, Южная Корея уже была. Вот, Балакова, Глазов, есть Балакова, вижу еще, Хачкала, Харабали. Псковская область, Минск, Белоруссия, Водкинг, Дальний Восток, Екатеринбург, Синтуки, Дагестан, Алматы, Москва, Красноярск, огонь. Писать вы умеете, все, там очень много сообщений, спасибо огромное. Вот, обратная связь есть, вижу, что вы заряжены. Вот, те люди, которые дают обратную связь, значит, они находятся в состоянии отдавания. Классно, огонь. Сейчас вкратце расскажу о том, куда вы попали, сколько будет сегодня проходить наше мероприятие, чтобы вы располагались своим временем. События будут проходить в течение часа, час двадцать максимум, будем стараться укладываться в это время. Понимаю, что время бесценно сегодня, время очень сжато. Наверняка вы заметили, что буквально лет двадцать назад в сутках было больше часов, чем сейчас. Да, обращали на это внимание. Бывает у вас такое, что вы вроде бы только проснулись и понимаете, что уже нужно как бы купаться и спать ложиться. То есть, ну, даже я в своем юном возрасте понимаю, что время сжалость. Хотя мне говорили, чем старше ты становишься, тем время становится сжати. Да, вот, поэтому я очень ценю время каждого человека. И у нас впереди выходные с вами, да, суббота, воскресенье. У кого-то уже суббота заканчивается, кто там, у кого плюс семь, плюс восемь в Москве, плюс пять. Но я уверен, что сегодняшний день, благодаря данному мероприятию и завтрашний, пройдет у вас на ура. То есть, каждый из вас, во-первых, зарядится позитивной энергией. Вы познакомитесь с удивительными людьми, с удивительными историями. И наверняка вы слышали когда-то такую фразу, что мысли материальны. Ребята, кто слышал, поднимите руку. Мысли материальны. Джон Кеха об этом говорит, да, Джо Диспенза, Вадим Зеланд, Джен Сенсера. Все мы знаем, все мы слышали. Соответственно, каждый из вас, кто присутствует сегодня на данном событии, те люди, которых, возможно, сегодня пригласили, которые просто залетные и просто ссылка прилетела и выложили на эту ссылку, и нечаянно вы думаете, что вы сюда попали, поверьте, вы попали сюда не нечаянно. Есть такое выражение «случайности не случайны». И все, что в нашей жизни происходит, лучи сходятся. Если вы думаете о том, что вы хотите купить яхту, кто-то уже в этом мире думает о том, чтобы ее построить. И когда вы начинаете действовать в этом направлении, соответственно, со временем вы приходите к тому, что вы плывете на этой яхте. Вот простой пример. Вы идете по улице, видите, как кто-то летает на параплане. То есть человек парит в воздухе на определенном таком крыле парашютном. У вас появляется идея. Круто, я тоже так хочу летать. Сначала появляется мысль здесь. Что вы начинаете делать? Мысль рождает идею, идея рождает поступок. Вы заходите в телефон. Так, значит, в Красноярске, где можно поучиться летать на параплане? Или в Южной Карелии? Или еще где, в каком городе вы проживаете? Да, соответственно, пошли какие-то определенные действия. Проходит определенное время, вы уже туда идете. Через еще определенное время вы уже проходите инструктаж. Через несколько там буквально месяцев, после прохождения стажировки, вас уже пинают в самолетах. И вы уже летите на таком же крыле. И кто-то снизу так же на вас смотрит. Соответственно, все, что вас окружает в этой жизни, все начиналось отсюда. У всего есть две жизни. Первая жизнь здесь в голове, а вторая мысль уже... Вторая жизнь — это в реальности. Поэтому каждый из вас, кто сегодня присутствует на данном мероприятии, вы попали сюда не случайно. Мероприятие называется «Суперджамп помогает людям». Я являюсь основателем международной индустрии укрепления ментального и психологического здоровья людей и владельцем международной сети интеллектуальных клубов. И как раз таки мы являемся педагогами. Практикуем данную методологию уже в 75 странах. Методология наша перед нами 25 языков. Мы сейчас уже никому ничего не доказываем. Может быть, пять лет назад, когда наша компания запустилась, еще пытались кому-то доказать. Но сейчас уже методика состоялась, около полумиллиона человек. Когда прошло данное обучение, мы понимаем, что «Суперджамп» с каждым днем нужен людям все больше и больше, как воздух. Наверняка у вас есть такое устройство, как телефон. И неважно, сколько он стоит. Когда ваш телефон заряжен, естественно, он выполняет огромное количество функций. Вы можете фотографировать, вы можете снимать видео, вы можете слушать музыку, вы можете даже расплачиваться. Согласны? Вы можете проводить огромное количество операций здесь. Пока в этом телефоне есть что? Зарядка. Пока есть батарея, пока вот здесь сверху у вас наполненный вот этот баллончик батарейки. Как только садится батарея, ваш телефон становится бесполезным. Куском металла, куском стекла, куском железа. И даже гвоздь невозможно забить. То есть он становится бесполезным. Когда он без энергии. Аналогично с вашим автомобилем такая же история. Если он заряжен, заправлен, то он едет. И неважно, на чем вы едете. На Ламборгини, на Роллс-Ройсе, на Майбахе, или на Жигуле, или на Ладе, на какой-нибудь. Если она заправлена, если в нем все работает, то она едет. Но если заправки нет, то она будет стоять и становится бесполезным. Вот есть зарядка на телефон, есть зарядка для автомобилей, есть зарядка для самолетов. Я удивился недавно, я обратил внимание, купили пылесос такой, знаете, домой, который сам убирает. Кругленький такой сейчас. Модно, наверное, у всех уже практически дома есть. А сам пылесосит, экономит огромное количество времени. Женщинам в доме всегда чисто. И знаете, робот-пылесос, да, спасибо, Олег. И когда в нем садится батарейка, знаете, что говорит? Пылесос, господи. Он говорит, во мне закончилось зарядное устройство, я поехал на доп.станцию, на зарядку. Задумались ли вы когда-нибудь, а где зарядное устройство для человека? Ну, как зарядиться? В розетку пальцы вставить? Или пойти Red Bull'а выпить? Ну, навредишь здоровью, там, зарядишься на пару часов, там, кто-то там какие-то наркотики принимает, чтобы заряжаться, да. Ну, все это токсично, все это вредит. И вот методика SuperJump – это первое в мире зарядное устройство, энергостанция, которое не только наполняет человека здоровьем, но и дает, естественно, зарядное, дает тебе ресурсное состояние, состояние потока, дает человеку настроение, дает человеку пять практических упражнений, неважно, какой религии, какой национальный средств, какой страны из какого города, вот, неважно, сколько тебе лет, пять упражнений, которые твое ресурсное состояние генерируют, и три упражнения, которые позволяют твое ресурсное состояние беречь. Это контроль эмоций, контроль мыслей и защита от информационного яда. То есть, те люди, которые выполняют и практикуют методику SuperJump, на поиски данной методологии ушло около 30 лет. Эти инструменты собирались по всему миру, это одни из самых высокоэффективных упражнений за всю историю человечества в сфере развития эмоционального интеллекта, укрепления ментального и психологического здоровья человека. Так вот, те люди, которые выполняют данные упражнения, они в наше турбулентное время, знаете, скоростное такое, находятся вне конкуренции. И те, кто сегодня не знаком с данной методологией, с данными инструментами, вы немножко отстаете. О тех людей, кто знаком. Знаете, это как будто вы едете на... У вас у всех один и тот же автомобиль. Представьте, что вы едете на самом лучшем автомобиле, самом быстром. Но кто-то едет на первой скорости и не знает, как переключить на вторую. Кто-то едет уже на пятой, потому что он прошел этапы переключения, да? А кто-то вообще газует и с ручника не может сорваться, да? Вот методика SuperJump это как раз таки про то, как сорваться с ручника, как себя зарядить, как просыпаться и просыпаться с улыбкой, с хорошим настроением, как принимать задачи в своей жизни и решать их с удовольствием. И вот сегодня не я вам буду говорить и презентовать данную методологию, а буду делиться отзывами люди. Люди, которые просто прошли данную методику и будут сегодня рассказывать о том, а что же произошло в их жизни благодаря данной методологии, да? Сейчас вкратце хочу дать такую рекомендацию выступающим. Ребят, важно понимать, что каждый из вас, кто познакомился с данной методикой, уровень, смотрит и свет моргает, энергетика зашкаливает. Значит, каждый из вас, кто познакомился с данной методикой, уровень вашей энергии на десяточке. Вот представьте, что у каждого человека шкала энергии от одного до десяти, единичка, где это все, дно хочу в петлю и все, жить не хочу, силы духа нет, вообще ничего делать не хочу, а десятка это просто пушка, бомба, петарда, готов там все, мир менять, горы двигать, вести за собой людей, все, ну просто ты заряженный, позитивный. Вот знаете, что бывает часто, когда встречается человек с энергией десять и с энергией на четыре или три, вот этого человека на четыре или три начинает штормить. Поэтому я прошу вас, кто уже знакомился с методикой, аккуратно выбирайте слова, чтобы никого не унести. Хорошо? Контролируем это все. Вот, слишком не газуйте, чтобы никого не спугнуть своей энергией, да, и, естественно, вот своим светом не ослепить. Договорились? Отлично, поехали. Живые отзывы, живые эмоции, живые истории, живые инсайты, живые люди в прямом эфире. Сейчас мы можем найти в интернете тысячи всяких отзывов, мы знаем, что есть такая профессия, даже копирайтинг, это те люди, которые специально обучены, которые могут красиво писать. Я сам, когда начинал заниматься шесть лет назад бизнесом, я, находясь в Краснодарском крае, продавал елки, елки в ежкороле, потому что мог красиво писать и мог красиво, значит, оформлять. То, чего у меня совершенно нет, да, и, соответственно, я продавал, люди велисты, покупали у меня то, чего у меня вообще не было, да, вот, поэтому для того, чтобы вы понимали то, о чем сегодня идет речь, мы собираем именно такие мероприятия, чтобы вы видели этих людей, чтобы вы видели эти эмоции, чтобы вы видели эти глаза, чтобы вы видели эти истории и в ком-то, возможно, вы сегодня увидели себя, поэтому час времени выделите своего драгоценного, включите состояние ученика, того человека, который пришел сюда, не знаю пока зачем, но я уверен, что что-то здесь получу, да, как минимум, это будет хорошее настроение, это будет знакомство с новейшей индустрией и знакомство с новейшей методикой. Начинаем? Отлично, спасибо огромное. Поехали. Значит, первая у нас выступающая это Татьяна Кривобокова, город Дальнегорск, Приморский край. Татьяна, пожалуйста, вам слово, три минутки, центральная трибуна в вашем распоряжении. Расскажите вкратце, по-моему, я дал вам с организатора, расскажите вкратце, что вам дал Суперджамп, ну, откуда вы, чем занимаетесь, как вы сюда пришли, кто вас пригласил и как вы вообще, вот знаете, вот когда вас приглашали, вы сразу отреагировали и сопротивлялись там долго, вот как это обычно бывает, да я все знаю. Ну и после прохождения, вот что случилось с вами? Пожалуйста, сияйте, включайте микрофончик, центральная трибуна в вашем распоряжении и 356 глаз и ушей смотрят и слушают вас. Пожалуйста, включайте микрофон. Здрасте. Добрый день, дорогие друзья, международная команда, которая сегодня здесь присутствует, очень рада всех видеть. У меня за окном, правда, уже вечер, потому что плюс 7 к Москве, я живу в небольшом городе Дальнегорске, буквально в 30 минутах езды от побережья Японского моря и в 500 километрах от города Владивостока. Мне 49 лет, я счастливая мама, дочь успешная, можно сказать, что моя карьера теперь уже точно состоялась. С Суперджампом я познакомилась в январе этого года, был у меня запрос, рутина, работа каждодневная, которая, можно сказать, уже надоела, и мне захотелось про чего-то нового. И вот на глаза выпалось одно из объявлений, и я таким образом познакомилась с этой методикой. Прошла интенсив у моего величайшего наставника Леночки, Мартынюк, за что я ей очень благодарна. Ну и, конечно, было ли какое-то сопротивление? Да, наверное, нет, просто я неосознанно была уже готова к этим переменам, поэтому, можно сказать, что вон с головой. Я нисколько об этом не пожалела. Что изменилось за эти полгода? Надо сказать, что буквально, наверное, неделю или две назад я как-то случайно вспомнила, куда делась моя аллергия. То есть осенний, весенний и летний период всегда меня это мучило на протяжении последних 5-6 лет точно. Цветение, пыльца и всё тому подобное. То есть был практически хронический уже ренин, заложенность носа, которая не давала жить полноценной жизнью. И вот я с таким удивлением обнаруживаю, что и весенний период прошёл, и практически лето на исходе, и аллергия тоже куда-то улетучилась. Меня это очень обрадовало, то есть вот в таком состоянии после интенсива и применения всех наших замечательных упражнений такой результат я получила. Ну и тоже не думала негода, на работе произошли такие изменения, что меня повысили в должности. Теперь я большой начальник, соответственно, большой заработок, о чём я тоже полгода назад не мечтала. Помните, я хотела уйти, да, в другую сферу, вот тут вот получилось, что на перепуте. То ли я хочу к вам в семью прийти на совсем, то ли пока ещё остаться на той работе. Ну, я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, потому что здесь мне нравится всё больше и больше. Ну и, конечно, изменились отношения. И на работе я стала более уверенной, более собранной, очень много успеваю дел сделать. Можно сказать, что не парюсь по каким-то там моментам проблемным. Всё разрешается наилучшим образом. Окружающие, конечно, тоже заметили эти изменения. Отношение моё к окружающим изменилось. То есть нет уже какой-то такой конфликтности, да, агрессии, что-то не устраивает. Теперь можно сказать, что я всем довольна, живу и наслаждаюсь. Это очень дорогого стоит. Действительно, те, кто ещё не знаком, всем желаю. Рискуйте, решайтесь, не пожалейте о том, что вы здесь найдёте. Каждый однозначно найдёт то, что ему будет по душе и получит обязательно результаты. Это всё благодаря тому, что вы будете применять все эти упражнения, наслаждаться жизнью каждым днём. И каждый день будет самым лучшим днём в вашей жизни. Это гарантированно, поверьте. Браво, Татьяна. Спасибо огромное вам за ваше прекрасное выступление. Ребят, можно поаплодировать, потому что, когда вы аплодируете кому-то, у вас, в принципе, поднимаются дофамин, эндорфин, серотонин, поднимается настроение. Попробуйте поаплодировать, когда у вас настроения нет. Обратите внимание, что с ним произойдёт, потому что ассоциативная связь у нас работает, и мы начинаем просто себе, когда аплодируем, у нас автоматически это всё генерируется. Это один из инструментов поднятия себе настроения. Можно подытожить, Татьяна, то есть изначально ваша точка А это нелюбимая работа, рутина, нет карьерного роста, дом-работа, дом-работа, ну и, соответственно, естественно, вы находились в поиске. Когда пришли познав... И плюс ещё небольшое определённое физическое расстройство, это аллергия, которая постоянно на протяжении определённого времени вас беспокоила. После прохождения методики суперджамп вы не употребляли никаких БАДов, просто вы поменяли состояние, просто вы перестали уходить на низкие вибрации, научились управлять своими мыслями, эмоциями, генерировать ресурсное состояние, прокачивать свой иммунитет через нашу четвёрку жемчужину, будьте здоровы. Правильно я понимаю? Ну и, соответственно, а вот как вы думаете, почему чудеса начинают с человеком происходить, когда он начинает вот находиться вот в этой осознанности благодаря методике суперджамп? Можете вот пару слов? Почему происходят эти чудеса? Почему освобождаются парковочные места? Почему люди начинают тянуться на этого человека? Почему карьерный рост начинает расти? Вот от чего? Я думаю, что всё зависит от нашего внутреннего состояния. Всё у нас в голове. Из головы всё начинается. Как только ты начинаешь мыслить совершенно по-другому. То есть в моей голове точно что-то перевернулось. Класс. Нет никакого негатива. То есть всё разрешается таким образом. У меня такое состояние, что я всё могу. Состояние полёта всё время. А вот скажите, а тяжело ли это всё генерировать и практиковать? Нет, совершенно. Для меня не тяжело. То есть за это время уже это в принципе вошло всё в привычку. То есть сейчас это просто состояние естественное, можно сказать. Естественное. Классно. Татьяна, спасибо огромное вам за ваше выступление. Я сам служил 9 лет в вооружённых силах. И когда я пришёл в ассоциацию, у меня не было никакого депрессивного состояния. Я просто ругался матом на трёх языках. Я не мог связать двух слов. И для меня на русском, на цыганском, на армянском. И для меня сама ассоциация была как... Ну я пришёл на окружение. Я понимал из книг, что 90% нашего успеха это наше окружение. Поэтому, ребят, если вы находитесь вот в том состоянии, кто ищет это окружение, кто осознаёт эту простую фундаментальную истину, то вот международная ассоциация это самая дружная международная семья. Сейчас, когда наша международная ассоциация уже в 75 странах, я прилетаю в Египет, в Таиланд, в Дагестан, в Иркутске. Везде встречают твои друзья, твои единомышленники, люди, с которыми ты или вместе танцуешь лесгинку, или вместе в Иркутске занимаешься шаманизмом, или где-нибудь в России ещё что-то. То есть очень интересная такая дружная международная компания. Поэтому этот момент тоже очень важен. Отлично, едем дальше. Татьяна, спасибо огромное вам за ваше выступление, за ваш вклад в развитие нашей ассоциации. Ну и, соответственно, на связи у нас Азиза Кахаева, город Чита. Азиза, салам алейкум, пожалуйста, центральная трибуна ваша. Ещё раз нажмите, пожалуйста, в вашем распоряжении. Три минутки, расскажите свою историю, откуда вы чем занимаетесь, как вы попали на данную методику и что она вам дала. Пожалуйста, сияйте. Салам, салам, здравствуйте, прекрасные, осознанные, зовут Азиза, я из города Читы, мне 33 года, я замужем, мама трёх мальчиков, энергию нужно много с ними, занимаюсь я обшивкой мягкой мебели, швея. Так, про супенджар мне рассказала мой врач-стоматолог Татьяна Путинцева. Я ей жаловалась на самочувствие, на свои страхи, на свои тревоги. Она мне предложила, я как-то первое время тоже отнекивалась, находила причины, то времени нет, то сейчас с финансами нет возможности. Думала, что не поможет, потому что было очень много походов к психологам, очень много походов к неврологам, очень много курсов лечения, в конце концов меня вообще посадили на фенибут. То есть, ну, я согласилась только потому, что неудобно было отказывать. Пришла, не пожалела, мой наставник, прекрасный человек, Татьяна Горникова, огромное спасибо ей за обучение, за помощь. Так, самые большие страхи у меня были связаны с мамой. В 17-м году у меня скончалась свекровь, и, видимо, на этом фоне у меня начались постоянные головные боли. У меня с детства, как наследственно, есть псориаз, он у меня начал развиваться еще больше. Головные боли постоянные страхи уже за маму. Ночью я не могла спать. До начала интенсива я не могла спать. Ночью я закрывала глаза, у меня перед глазами страшные картинки, как я сижу у ее могилы, как ее хороню, и это, ну, невыносимо было. И я вот после второго уже дня занятий я уже поняла, что я не звоню, не названиваю, не контролирую. Абсолютно нормальная реакция. Уже мама начала меня терять, начала звонить, искать, где я, почему я не на связи. Вот. Поэтому вот этот страх, это самый большой барьер для меня, самый большой страх для меня. От этого я избавилась уже со второго дня. А потом я не умела контролировать свои эмоции. Я очень такой вспыльчивая. Все в окружении говорят, что во мне очень много энергии. И когда я вижу кого-то, кто может что-то сделать и не делает, меня это напрягает, я начинаю беситься. По какой-то мелочи я срывалась на детях. У меня, для меня рекорд, вот 8 дней занятий, я вообще не поднимала голос на ребятишек. Они удивились, мама, ты такая добрая сегодня, ты такая добрая. То есть дети начали уже, сам я не слышала, когда я начинаю уже немножко подзакипать, я начинаю считать, я уже погромче начинаю считать, все, мама считает, тихо. То есть с детьми у меня терпение появилось. Я практически месяц из-за мелочи мы поругались с супругом, практически уже вот оставалось два дня до конца, ну, два дня, чтобы исполнился месяц, как я с ней не разговаривала. Мое эго взяло верх надо мной. Я думала, пусть он первый, я не буду идти. И вот до, получается, на предпоследнем занятии я сделала первый шаг. И вот как раз у нас тогда была тема, кто я вообще и зачем я на земле? Я поняла, что я хранительница очага. Вот самое главное. Поэтому рискуйте, не бойтесь. Мне кажется, у всех все получится. Раз у меня с моей спыльчивостью получается себя контролировать, хотя мне все говорили, у тебя все в голове, ты сам свой врач, тебе никуда не нужно идти. И я говорила, нет, у меня не получается, я не могу. Оказывается, могу, просто нужна поддержка, нужна такая семья, нужно такое окружение. Тяжелее всего мне дается наполнение наполнять кого-то, для меня это сложнее всего, показывать свои чувства. Раньше я была такой, я всем призналась в любви, я постоянно висла на маме, целовала, обнимала, а выйдя замуж, у меня супруг не умеет показывать это всего. Я как-то переняла у него эту привычку и разучилась. Сейчас я учусь заново, остальные все занятия мне дались легко, но вот наполнение я стараюсь, поэтому думаю, у всех все получится, это классно. Я избавилась от препаратов, от успокоительных я избавилась, сон нормализовалась, от страхов. И вот вначале вы сказали, Егор, про то, что мысли материальные. Я вот на днях рассказывала вот нашей маленькой семье про это. Я всю жизнь мечтала о квартире. Я вышла замуж 12 лет назад и, ну как, переехала в Читу из Томска, я начала откладывать полотенца, какие-то скатерти, какое-то постельное белье, я ничего не тратила, я всегда говорила, это будет в моей квартире, это будет в моей квартире. То есть я выбрала квартиру и ходила раза, два раза я ходила ее одна покупать, ну смотреть, денег не было ни копейки. Я ходила ее, высматривала, делала вид, что покупаю. Один раз затащила туда мужа. И буквально вот после этого, где-то в течение трех-четырех месяцев мы приобрели эту квартиру и она ждала нас. Поэтому мысли материальные, мечтайте, идите вперед, у всех все получится. Браво, Азиза! Спасибо огромное тебе за тое сияние, за тое выступление. Что касательно вот всех антидепрессантов, антидепрессантов, ребят, и наверняка вы видели и новости, что когда начался ковид, потом вот эти всякие истории политические, там войны, там и так далее, вот, экономические и все, что связано с нашей экологией сейчас происходит, да, сейчас потребление антидепрессантов там выросло в разы. Аналогично также алкоголя, да, но весь алкоголь и все это, антидепрессанты, это борьба со следствием. Плюс наши методики в том, что мы как раз таки учим человека бороться с причинами, да, и даем практические инструменты, которые человек сам выполняет в течение повседневной деятельности. Мы не психологи, мы никого да не лечим. Да, Зиза? Я еще сейчас, когда слушала, вот Татьяна говорила про то, что у нее аллергия прошла, а я сейчас пока слушала, думаю, и поняла, что у меня не зудит псориаз уже, сколько я его уже вот на локтях у меня, он у меня не зудит. Я только сейчас и обратила на это внимание. Замечательно, спасибо огромное, давайте быть здоровыми, не инвестировать в фармакологические компании как минимум, как минимум, по минимуму, когда только это необходимо, да, но, естественно, будем пропагандировать здоровый образ жизни, не только физически, а все начинается, естественно, с эмоционального нашего интеллекта, потому что все мы знаем, что огромное количество болезней, они начинаются с психосоматики, потому что в нашей ассоциации есть кандидат медицинских наук Виктор Одинцов, это тот человек, который провел огромное количество хирургических, эндоскопических операций, и на аппаратуре, благодаря его команде, которую он сделал, сейчас проводятся десятки тысяч операций в России, в странах СНГ, этот человек понимает, что операция – это следствие, это следствие, неправильного образа жизни, неотсознанного образа жизни, и что дает методика Суперджамп всего лишь за 10 дней, это как раз-таки она приучает человека находиться в ресурсе, быть осознанным, контролировать свои эмоции, и снять с себя вот эти все маски. Ребят, еще я был бы вам благодарен, если у вас есть какие-то вопросы, у нас есть с вами чат, задавайте без проблем, мы с удовольствием ответим прямо в прямом эфире, я отвечу, или участники наши ответят хорошо, если вас интересуют какие-то вопросы там, вот, с удовольствием ответим. А мы едем дальше, Азиза, вам огромное спасибо, Нинахов Сергей, Вьетнам, Сергей, пожалуйста, вам слово, центральная трибуна в вашем распоряжении, и мужчины тоже знакомятся с данной методикой. Сергей, три минутки, вкратце о себе, откуда, чем занимаетесь, как познакомились с данной методологией, ну и, соответственно, ваши результаты от прохождения данного обучения. Пожалуйста, Сияйки, центральная трибуна в вашем распоряжении. Добрый день, друзья, да, действительно, я живу и работаю в Вьетнаме, значит, благодарю моих интеллект-тренеров, это Алексей Джумаева и Вера Макаренко. Программу я прошел в 10-дневную буквально недавно, вот 16 августа, вот, вошел в программу чисто на доверие, я знал Алексея, вот, знал о том, какой, вообще, это человек-скала, и я просто-напросто не мог сказать ему, нет, Алексей, я знаю тебя, однозначно, я с тобой. Так вот, всегда считал себя достаточно осознанным человеком, вот, но, когда узнал, вот, о второй жемчужине, да, и вот эта резиночка, она меня била, прямо, меня сжалила, сжалила, вот, ну, и, как и все люди, нет, не все, наверное, а основная часть населения, не принимают свой голос, я тоже не принимал свой голос, он мне не нравился никогда, вот, но, к каждому упражнению я подходил очень аккуратно, очень ответственно, и к этому упражнению я тоже отнесся очень ответственно, значит, выбрал музыку специальную, 639 герц, это частота, которая соответствует медитации, визуализации и исполнению желаний, нанес, ну, наложил свой голос, прослушал вечером перед сном первый раз, чудо не произошло, вторую ночь, чудо не произошло, и вот на третью ночь перед сном я слушаю, я начал прислушиваться к своему голосу и начал его как будто смаковать, так как смакуют что-то, вот, дети, маленькие дети пробуют на вкус, смакуют, нормальный голос, даже хороший голос, я его принял, представляете, мне 50 лет, в 50 лет я принял свой голос, это был для меня прорыв, вот ради только даже вот того, ради принятия этого, ради принятия себя стоит однозначно эту программу пройти, это первое, второе, значит, после того, как я прошел эту программу, возможно, во мне увидели мои наставники какой-то потенциал, мы созвонились с ними, они рассказали, что нужно идти дальше, даже не то, что можно, а нужно идти дальше, расти нужно, стать интеллект-тренером, я им ответил, друзья мои, нет, нет, сейчас на данном этапе нет, может быть, немножечко позже, но это происходило на свежем воздухе, наш разговор, конечно же, по телефону, я выключил телефон, вышел на площадочку, и навстречу мне идет, значит, такая вот девушка наша, 36 лет, она переводчица с вьетнамского языка, с полной решимостью, вот на лице у нее решимость такая, и немножечко такая агрессия, я ее, конечно же, спросил, что случилось, Евгения, она так руку так, вот так вот сделала, говорит, извините, не до вас, ну окей, ладно, конечно, через 5-10 метров я увидел ее цель, она шла к своему сыну, вот, и она так с небольшим таким принадлежением и с такой агрессией взяла его за майку, вот, и говорит, почему ты пошел на улицу, ты оставил дома там грязь такую, что, вот, это все происходило на глазах его же друзей, там стайка мальчишек было 8-летних, вот, и он такой смотрит на нее и говорит, мама, а что я там оставил, да ты там провода какие-то оставил, да ты объедки какие-то оставил, вот, быстро иди домой, пока ты не уберешься, ты вообще на улицу не пойдешь, вот, и я так сразу вспомнил эту пятую жемчужину, контроль мыслей, эмоций, да, контроль эмоций и все, все, я хочу, я хочу, вот, делать этот мир лучше, я хочу показывать, что есть такие простейшие инструменты для того, чтобы люди свои эмоции сдерживали, для того, чтобы, вот, для того, чтобы вот наши дети, они не становились неврастениками и практически сразу, там, через определенное количество времени, вот, сейчас я уже старт интеллект-тренер, вот, но самое главное, что вам хочу сказать, эта же девушка, она, вот, не какая там поломойка, да, она филолог, кандидат наук, высокообразованная женщина, вот, даже такие высокообразованные люди, они нуждаются, однозначно нуждаются вот в таких суперпростейших инструментах. Инструмент, сделать для себя как основным видом бизнеса и дохода, естественно, про бизнес мы говорим отдельно, вот, если вам интересна данная тема, вы можете написать своему человеку, который вас пригласил, он вам все расскажет, ну, или сделать для себя как просто возможность, как хобби, да, для того, чтобы помогать людям, где вы не находились, у вас есть телефон, у вас есть методика, и вы сможете официально представлять Международную Ассоциацию Педагогов, получать образование в нашей Ассоциации, естественно, преподавать данную методику, помогать людям вытаскивать их из вот таких вот простых вроде бы, да, ежедневных там нервных состояний, аналогичными простыми, гениальнейшими упражнениями, потому что смысл нашей методики как раз таки в простоте. Почему в простоте? Потому что, в принципе, вы можете прописать себе два слова, слово просто, слово сложно, и обратить внимание на корни этих слов, что в корне слова просто, корень, рост. Все, что просто, все для роста. В слове сложно, на корень ложь. Все, что сложно, все ложно, вас пытаются обмануть. И вот знаете, наверняка вы тоже, кто сегодня присутствует, впервые не знаком с данной методологией, проходили много курсов, тренингов, семинаров и так далее, там огромное количество времени и денег, ресурсов инвестировали в себя, но нет предела совершенства всегда, да, и знаете, все фундаментальные истины простые. И книги, которые написаны, промышления, достаточно там одной книги «Дума и богатей» Наполеона Хилла, в которой сформированы все мысли, вот, все законы мироздания, и остальные книги написаны по подобию, да, то есть они друг друга как-то списывают, переписывают, ну, на разные языки там, на разными словами, интерпретируют одни и те же вещи. Аналогичная история также и в развитии, аналогичная история также и в религиях, все практически определенные нормы, которые трактуют, ну, религиозные, да, правила там, вот, они одинаковые, но трактуются немножко разными языками и разными мудрецами, вот, поэтому смысл данной методологии собрать все, что есть мощное, простое, гениальное в нашем мире, объединить в одну методику и чтобы каждый человек не просто выполнял эти упражнения, там, когда-то, да, а взял для себя стиль жизни, суперджам, то есть суперджам, как стиль жизни, так же, как вы, естественно, дышите, так же, как, естественно, сейчас для вас ходить в парикмахерскую, там, значит, умываться, бриться, пользоваться, возможно, какими-то кремами, стричь ногти, это для вас, естественно, носить какую-то определенную одежду, да, это тоже естественный процесс, аналогичный, так же, естественно, сейчас наше турбулентное время, когда время перемен, когда все быстро меняется, контролировать эмоции, быть в ресурсе, быть в потоке. Но как? А вот как? Как раз-таки рассказывает интеллектрения. Сергей, еще раз низкий поклон вам за ваше выступление. Добро пожаловать в самую дружную международную семью. И на связи у нас следующий герой – Владимир, победитель, герой с прекрасным удивительным именем. Владимир, вам слово. Центральная трибуна в вашем распоряжении. Три минутки расскажите свой путь и свою историю, вот что произошло с вами. Пожалуйста, сидяйте, центральная трибуна в вашем распоряжении. Благодарю вас. Меня зовут Владимир. Я из прекрасного города, Воткинск. Хотел бы поблагодарить за свое имя, своих родителей. Я сегодня очень много думал. Владимир, владеющий миром, но не тем миром материальным, в котором мы все живем, а своим внутренним миром. Это самое важное – уметь владеть вот этим собственным миром. В моей жизни, у каждого из нас в жизни наступает какой-то кризис. Кризис в плане бизнеса. В моей жизни кризис настал в 2000-х годах, когда у меня обрубились крылья. Я окружил себя токсичными людьми. Начал потреблять наркотики. У меня была передозировка. Ушла жена, ушли друзья. Кто-то погиб, кто-то еще как-то. Ну, кризис, настоящий кризис. Потом, понимая, что я Союз-1, я начал задавать себе вопросы, правильно ли я живу, и кто вообще я, куда я иду, и что я делаю. И начал искать информацию, искать в интернете, и понял, что, чтобы что-то поменять, нужно начать с себя. Я начал менять свое окружение, пришел к человеку, к очень мудрому человеку. Он сказал, я ему сказал, я потерялся, и он взял меня к себе в свою семью, я начал у него работать. Это отличный бизнесмен в нашем городе, очень великий человек, я восхищаюсь им. И как-то один раз при встрече он мне сказал, Владимир, тебе дать фонарик? И он мне его дал. Я понял, что он пытается осветить мой путь. И он его мне осветил через труд, через какие-то наставления. И в дальнейшем, не знаю как, я написал комментарий, что если ты хочешь поменять свою жизнь, во-первых, поменять свое окружение, что я и сделал. И на мой комментарий пришел ответ в сообщении в личном. Я говорю, Владимир, ты знаешь, что я? Я говорю, нет, я твоя сестра, это Светлана Славина из Санкт-Петербурга. Вот мы с ней так нашлись, и я попал в суперджамп благодаря ей. То, что я искал, единомышленников, эти задания, они действительно помогают. И вот эта энергетика, я научился фильтровать токсичных людей, научился фильтровать ту информацию, которая мне абсолютно не нужна. Я был наполнен вот той грязью, которая была раньше, и нес ее в свое окружение, тем самым отталкивая людей от себя. Мы же как сосуд, мы наполняемся либо хорошим, либо плохим. И благодаря вам, благодаря тем людям, которые меня наполняли, я начал дарить вот эту любовь, вот этот Свет, и понял, что вот оно, предназначение, вот тот смысл, который нужен, в принципе, каждому человеку, быть любимым, быть счастливым, быть наполненным и отдавать то, что у тебя есть самое ценное, отдавать свою жизнь во благо других людей. Благодарю. Бог, спасибо огромное тебе за легендарное твое выступление, за прекрасное сияние, за твой свет, за твою трансформацию. Я верю, что этот путь, который был возложен на твои плечи, он был специально создан творцом для того, чтобы ты его преодолел, для того, чтобы твоя история вдохновляла и мотивировала миллионы людей на подвиги, как история Ника Абучича, как история Марта Лютера Кинга, как история Ганди, мать Терезы, Нельсона Манделы. Спасибо огромное, сияй, не останавливайся. Теперь у тебя есть инструмент, у тебя есть поддержка, у тебя есть окружение, есть смысл жизни самое главное, потому что говорят, что человек рождается два раза. Первый раз, когда появляется с утра бы матери, второй раз, когда понимает, зачем. Так вот, твое рождение произошло, можешь его смело отмечать. И теперь, когда ты понимаешь, зачем, тогда ты получаешь ресурс, получаешь состояние и получаешь энергию, когда ты являешься кораблём и плывёшь в этом мире без какой-то цели, ты никогда не поймаешь этот попутный ветер, да, поэтому цель в жизни и миссия в жизни, она важна. Естественно, не материальная, а какая-то более высокая, более духовная, потому что материально не даёт ту энергию, которая даёт как раз-таки состояние духовное, что-то великое, большое. Огонь! Добро пожаловать, Владимир, спасибо огромное за выступление. Ребят, давайте поаплодируем. История сильная, мощная, яркая, красавчик, развивайся, двигайся. Двигаемся дальше, на связи у нас вот Любовь, Любовь Розувалова, нас вело Успенское, Краснодарский край, Любовь, пожалуйста, центральная трибуна в вашем распоряжении. Давайте поаплодируем, замечательно, ярчайший. В принципе, просто произношение этого имени вызывает и поднимает нас на высокие вибрации, потому что, как проводили учёные эксперименты и брали воду, Мусара и Мото наговаривали на воду и определили, что самое высоковибрационное слово, слово, которое даёт больше всего вибрации, благодати, такой радости – это Любовь и Благодарность. Как это определить? Попробуйте находиться в гневе и в ненависти к кому-нибудь или просто какой-нибудь ситуации, злиться и в этот момент проговорите эти несколько слов, несколько раций. Обратите внимание, как тьма сразу же уйдёт, и вы осознанно подниметесь на совершенно другие состояния. Поэтому любое вам слово, центральная трибуна в вашем распоряжении. Пожалуйста, включайте микрофон. Три минутки расскажите о том, что для вас Суперджамп. По-моему, где-то Любовь была, но, к счастью… Вот она, вот она, я. Доброе время не суток. Не яйте, да. Здравствуйте, здравствуйте все. Я хочу рассказать свою историю, как я оказалась здесь и что это для меня значит. Меня пригласили две мои подруги. Одна, с которой я училась ещё в институте, а другая, с которой много прошла времени в сетевой компании. И вот это Оксана Кеслер и Татьяна Бресо. И вот, встретившись, Оксана, прекраснейшая из прекраснейших женщин, всё время рассказывала мне про Суперджамп. А я была в таком состоянии, я только прекратила работать, хотя работала до 67 лет. И случилось со мной такое, что моя душа и мой возраст, ну, никак не согласны друг с другом. Аналогично. По возрасту-то я уж поработала и всё, а душа моя мятежно искала что-нибудь, и я впала в такую депрессию, понимая, ну, что я могу делать в этом возрасте уже ещё? На палец куча болезней. И вот я сижу такая унылая, Оксана рассказывает и рассказывает. Мой мозг говорит, Люба, это то, что тебе надо. Ну и всё. И больше ничего. Я понимаю интуитивно, что это моё, но никак не зажигаюсь. И вот сегодня слушаю Егора. И я не понимаю, почему, но вот в жизни я пожила уже и знаю, что есть твой человек. Вот он мой человек. Я Оксане говорю, покажи мне что-нибудь ещё. И она показывает мне школу Егора и Веры. Боже, что со мной случилось? Они меня зажгли в прямом смысле. Я настолько чётко и ясно поняла, что это за компания, что будет. Я тут же среди ночи ей сказала, я с вами, я с вами, это моё. Это миссия. Потому что моя душа хотела служить людям. Но я не понимала в своём селе, что пока я работала, у меня была такая работа, я в меру своих сил помогала всем, кому могла, а дальше. И вдруг это возможность. И я, конечно же, я всего лишь месяц в общей сложности. С этим я только 16-го, как закончила интенсив. И впечатления у меня самые прекраснейшие. Я считаю, что это придумали гениальные люди. То, что они собрали эти упражнения и предложили нам. Ведь мы все люди родились, чтобы быть счастливыми. Вы представляете, какой чудесный бизнес? В том сетевом мы все думали, где брать людей. А сейчас я абсолютно точно знаю, что каждый человек на земле живёт, чтобы быть счастливым. Ну, условно, утрируя, я могу подойти к каждому и сказать, друг, ты счастлив? И узнать, что ему нужно. Какая его потребность? Когда я услышала, как Егор чётко, и всё отлажено, с верой рассказывают, и что сказать, и как сказать. И вообще отполировали так, что думать ничего не надо, только делай, делай, как я. И всё. И я была в восторге. Потом группа. Я посмотрела. Ведь это же настолько гениально собрать людей с каждой, со своей потребностью. Каждый пришёл зачем? Кто-то так, как вот, и говорят, что просто пришёл, что поверю кому-то и пришёл. И вот мы собрались, все девушки, и повзрослей. И я хочу сказать, не только ведь упражнение. Вот она улыбка. Не только. Ведь мы и друг от друга сколько всего получили. И когда на третьем занятии, если я не ошибаюсь, Анна Акиншина сказала, я сейчас вам расскажу, ну, это я могу только родным. Вы не представляете, как пела моя душа. Мы три дня вместе, и мы родные. Родные мы сердца. Это что? Это делают эти упражнения. Уже с первой улыбка. Да, улыбаться другим мы все умеем, наверное. Ну, по крайней мере, я умела. Но вдруг я обнаружила, что я не умею улыбаться себе. И так буквально в каждом упражнении. И та же резиночка. Казалось, мы все знаем, что надо контролировать свои мысли. Негатив отслеживать. Но разве мы это делаем? Мы просто это знаем. А здесь получилось, что эти упражнения воистину жемчужины, они именно дают методику, как это делать. И ты волей-неволей у тебя как маяк. Ты вдруг подумал что-то. Хочешь, не хочешь, а рука раз за резиночку. Ты уже знаешь, что ты что-то ляпнул не то. Надо срочно это все отменить. И так дальше. А упражнение здоровья – это же просто чудо. Мы были в санатории с Татьяной, когда пробовали еще, не была я на интенсиве. И решили лишь попробовать упражнение здоровья. Любой выпуск. Вы про все жемчужины не рассказываете там сильно, хорошо? Хорошо. Хорошо. В общем… Любой, знаете, что скажите, пожалуйста. Вот вы с высоты своих прожитых лет. Скажите, может ли сама методика кому-нибудь навредить? Абсолютно никому. Абсолютно. Она в помощь любому. Потому что, как ни странно, но в мире мало счастливых людей. И у каждого свои проблемы. И как их решить, вот мы и сейчас слушали. Мало кто знает. И даже если ты пришел на интенсивный, и думаешь, что ты не решишь, твои мозги и все перестраиваются так, что тебе только помощь. Ну, может быть, как и в любом деле, кому не так-никак, но уж вреда, я вас уверяю, не будет никому. Спасибо огромное вам. Да, за ваше прекрасное сияние, за ваше выступление. Ребята, давайте поаплодируем. Разговор с сердцем, душой. И знаете, что мне нравится, что здесь же выступают невеликие ораторы, да? Но обратите внимание, как все говорят. А говорят все так, потому что на эмоциях, потому что состояние. Когда ты пытаешься что-то приврать, ты начинаешь подтраивать, ты начинаешь сомневаться, ты начинаешь переживать. А когда ты искренне от души получаешь удовольствие от какого-то просмотренного фильма, например, да, или от какой-то вкусной съеденной еды, и ты идешь и звонишь своему другу, говоришь, слушай, что я сейчас ел, с ума сойдешь там. Или какой я фильм посмотрел, твое ораторское искусство становится идеальным. Вот, пожалуйста, пример того, как работает данное мероприятие. Суперджам помогает людям, где люди говорят сердцем, говорят эмоциями, говорят состоянием. И, естественно, это не актеры, это не импровизаторы какие-то, это люди, которые являются уже представителями данной ассоциации и, в принципе, людьми, которые носят в себе методику суперджам. Любовь, спасибо огромное вам за ваше сияние, за ваши трансформации, за ваше доверие мне, вере, Оксане. И вот, знаете, вы сказали такие простые вещи, что все люди в этом мире созданы быть счастливыми. Но почему их так мало, да? А также Лев Николаевич Шостой говорил, что если ты несчастлив, посмотри, повернись, значит, ты что-то делаешь не так. Человек создан для счастья, как птица создана для полета. И вот миссия Всемирной Ассоциации Интеллектренеров и методики суперджамп, и каждого интеллектренера в частности, цель компании, миссия компании – это привести людей к осознанности. Люди занимаются годами, столетиями, всякими глубокими практиками, там, медитируют, там, и чем только они занимаются, там, и на гвоздях стоят, и куда только они ходят. Ну, что-то лучше в мире не становится, обратите внимание. Войны идут до сих пор, да? Там скандалы какие-то, предательства, уничтожение друг друга, критика. Выйдите на улицу, обратите внимание на человека, там, да? Люди рычат, оскорбляют. Почему? Потому что несчастны. Потому что думают только о себе, да? А вот смысл данной методологии – донести до человека, что смысл жизни имеет ли жить, посвящен на другим. Единственный способ остановить все невежество, которое происходит в мире, и экологическую нашу катастрофу, и политическое невежество, которое происходит, и вот неосознанных людей – это дать людям знания. Это не я сказал, а ты сказал Сократ. Двес, по-моему, тысячи лет назад, что самое сильное дно – это невежество, а самое сильное добро – это знание. И простые, фундаментальные истины недавно прописаны. Я изучал и Сократа, и также и Платона, и Плутарха, люди, которые жили там несколько сотен лет до нашей эры. И то, что трактуем мы сегодня на наших суперджампах, это все давно еще трактовалось, рассказывалось, ну, давно забытое. Поэтому мы поднимаем вот эти простые фундаментальные истины и даем людям практические инструменты. Огонь! Любое спасибо, едем дальше. На связи у нас Анна Акиншина. Значит, Калужская область, город Кондрово. Ань, пожалуйста, тебе слово сияет в центральной трибуне в твоем расторяжении. Три минутки, ребят, можно поаплодировать, пожалуйста. Выступать нелегко. Ань, пожалуйста, на слово. Очень нелегко. Я так переживаю, так волнуюсь. Здравствуйте все, мои любимые, осознанные люди, мои замечательные. Я та самая Анна Акиншина, про которую только что говорила, любовь. Я назвала родными всех девочек, с которыми проходили вместе интенсив, потому что действительно очень сплотились. Я живу в небольшом, но живописном городке Калужской области. Я мама троих детей, у меня две замечательные дочки и еще маленький сыночек. Работаю я психологом в школе и долгое время и до сих пор я убеждена, что это самое замечательное, самое лучшее, самая понимающая и принимающая профессия. И я не понаслышке могу сказать, что я делаю там. Я вам дальше расскажу, что будет дальше. как я пришла сюда. Дело в том, что как в той поговорке смешались люди и кони, у меня произошло в жизни такие события, когда я личная и рабочая стала немножко упадать у меня. Я человек, который постоянно находится в развитии и ищет новые пути и активно занимаюсь этим, ищу какие-то занятия. И тут у меня упадок силы, настроения. Не скажу, что депрессионное состояние, но улыбки на моем лице не было от слова совсем. И именно на этой волне, как уже сказал Егор, наверное, был посыл в небо такой неосознанный мной, и я встречаю замечательную мою Лидочку с Жуковым, вот, и она мне на эмоциях рассказывает, Аня, вот это, вот, давай, ты не пожалеешь. Я не понимаю, Лида, вообще, про что ты говоришь, про что ты мне рассказываешь, я вообще, ну, не до сего, вообще, ну, не хочу. Нет, Анечка, ты приди, и все, и все, просто приди. Я пришла, я вот, мои наставники не дадут мне соврать, я сидела вот так, весь первый урок, я сидела вот так, вообще, что я здесь делаю, и зачем мы здесь собрались. наставник, да, да, но я обещала Лидии, я выполняла все, что там говорили, я слушала, я давала обратную связь, после второго упражнения я вам говорю, я звоню Лидии, говорю, Лидочка, солнышко мое, звони, кто там выше тебя стоят, начальники, наставники, говорю, я с вами, потому что я как психолог, вот это вот, простите за слово, втираю людям, родителям и детям, которые приходят ко мне, столько по времени, это уходит долго, лезу в глубину души, затрагиваем какие-то травмы, которые у людей сидят там глубоко, ну, это не нужно вообще совершенно делать, теперь я буду говорить, приходите все сюда на суперджамп, я как специалист, я как мама, я как женщина, рекомендую вам, придите, потратьте 10 дней на то, чтобы самостоятельно прочувствовать через себя, ну, это просто мой опыт, это вот, приходите, вот, и сейчас, на данный момент, все поменялось кругом, особенно вот эта, аудиозапись, которую делала я, девочки, она действует, девочки из моей группы, она действует, вот то, что был у меня запрос, вот, огромная благодарность, Лидочка, тебе, огромная благодарность, моей любимой Гузель, это педагог от Бога, с ней говорить просто великолепно, Гузель, я тебя очень сильно люблю, моя любимая Сариат, это, ну, настолько осознанная женщина, настолько мудрая, настолько понимающая, понимаете, я с ними, с людьми, которые находятся далеко от меня, на большом расстоянии, они мне звонят, они мне пишут, Анечка, как ты там, я говорю, все хорошо, а я уже на эмоциях, у меня уже все хорошо, дорогие мои, у меня все хорошо, все замечательно, Алена, которая вела у меня интенсив, Аленушка, ты моя звезда, ты моя солнце, ты роза, как сказала Юля из нашего чата, я благодарна Наталье Шкляевой, которая поделилась опытом своим, тоже как бы я по секрету сказала в нашей группе, да, и благодарна всем, всем девочкам, я вас помню, я вас помню каждую, помню ваши истории, настолько близки стали, настолько близки к сердцу, давайте мы не будем теряться, вот, и я уже стала интеллект-тренером, я пришла в эту группу, и я поняла, что я хочу точно так же зажигать сердца, хочу точно так же делиться своими эмоциями и видеть улыбки людей в ответ, вот. Браво, Браво, Анна, спасибо огромное вам за ваше ярчайшее выступление, победа это тогда, когда ты не поджигаешь уже подожженное, а когда ты поджигаешь то, что было подожженное, вот это было круто, да, вот эта трансформация, когда приходят скептики, когда они реагируют, когда сначала ругаются, а потом проходит третья, четвертая тренировка, они говорят, ребята, вы что, как так-то, это что такое, да, люди, которые вот приходят к нам с огромным стажем, с огромной практикой, вот так, Оксана Кестер у меня вселила еще больше уверенности, потому что 20 лет психологической деятельности, бизнес-тренер там и так далее, обучала всех и вся, и когда вот такие люди с огромным опытом проходят просто вот эти 10 дней, говорят, ребят, вы двигайтесь в правильном направлении, это очень круто, я хочу с вами, но это тот показатель, что мы делаем правильные вещи в нужное время, в нужном месте, занимаемся нужным делом и несем нужную пользу, вот, спасибо огромное, Ань, добро пожаловать в самую дружную международную семью, сияйте, транслируйте, передавайте, я вот буквально на крайнем суперджампе, у меня сын учится в частной школе, я созвонился с директором и говорю, так, пожалуйста, зайдите, пройдите, потому что вот вашим учителям периодически нужно тоже инструменты для прокачки своего внутреннего состояния, да, и тоже прокачал директора, и теперь она будет транслировать данную методологию, значит, учителям, которые учат моего ребенка, это тоже очень важно, да, вот, никто не заботится о том, как поддерживается состояние учителя, все с него спрашивают, а как зайти в класс с хорошим настроением, есть ли у тебя там какие-то трудности, проблемы, которые ты не можешь оставить за пределами двери, да, вот, этому никто не учит, но учитель должен заходить всегда ярко, позитивно, мощно, чтобы наши дети получали вот эту добрую энергию, поэтому все только начинается, все только происходит, и, естественно, едем дальше, на связи у нас Айрат Сагидуллин, Уфа, Айрат, пожалуйста, тебе слово, центральная трибуна в своем распоряжении, сияй, три минутки славы, вот, значит, Айрат, по-моему, давал тебе включить возможность микрофона, ага, так, Айрат, сейчас, огонь, все, если бы ты сделал с улыбкой, уже бы давно микрофон включился, огонь, вижу тебя, ага, сияй, привет, привет, все, на улыбке камера остальные, да, слой меня, слышно? да, отлично, Айрат, привет, слышно, классно, да, все, привет, привет, спасибо, Егор, что дал мне слово, хочу поблагодарить моего наставника, это Нелли Землянская, лучезарный мой человек, вообще, я так рад, что с ней знаком, всем говорю, что у меня есть такая, просто, безбашенная подруга, которая, кругом, по всему миру путешествует, я благодарю Господа, что я оказался в таком коллективе, вообще, я достаточно много обучений проходил, это обучение ни с чем не похоже, есть что-то схожее, но вот как эта подача, она совершенно другая, вот, я вообще не планировал выступать, мне Нелли просто затащила сюда, она сказала, ты будешь выступать, я сказал, я тебя поддержу, конечно, я выступлю, на Суперджамп я не приходил с таким запросом, что быть ведущим, да, чтобы помогать как-то, я приходил с запросом, у меня, а, я, кстати, не представился, извините, меня зовут Айрат Сигидоли, мне 35 лет, я предприниматель, который потерял свой бизнес сейчас, на данный момент, в минусе 20 миллионов, а вот с таким запросом я пришел сюда, чтобы выйти из этой задницы, вот, сидел я достаточно долго поникшей головой, не знал, как вообще из этого всего выйти, благо, Нелли добавила в чат, просто групповой чат добавила в WhatsApp, и мы как-то начали общаться, говорят, давай тебе надо, я объяснил ситуацию, я сначала как-то не сразу, потому что, ну, реально, я был очень поникший, вот, а потом думаю, чтобы поменять себя, нужно все-таки, одни и те же движения, приводят к одним и тем же действиям, все-таки решил, да, поменять, вообще, ну, просто сознание нужно немножко поменять, выйти из этого, вынуть, успешно это сделал, и все решили, раз я прохожу это, у меня такое, ну, я всегда стараюсь достигать своей цели, если я цель ставлю, то я ее достигаю, здесь я, для того, чтобы цель достигнуть, я решил полностью, на 100% выкладываться, делать упражнения, вот, от и до, но последнее упражнение, которое было вчера задано, вот, я его не сделал, потому что я почувствовал, что я его на 10% только выкладывал, поэтому я его сегодня сделаю, вот, и изменения, да, действительно, внутренние, они произошли, я вышел из этого состояния, из этого состояния депрессии, я полностью осознал то, что мне нравится делать, теперь я твердо в этом убежден, то есть вот этот бизнес, который я, вообще у меня было 13 бизнесов, я постоянно, и периодически у меня они менялись, где-то были успешные, где-то неуспешные, последний бизнес у меня продлился 13 лет, это производство деревянных окон, достаточно большое производство, я с башки, и с маленькой комнатушки, перерос в большое предприятие, 6 тысяч квадратных метров было, а вот, ну, в итоге, понял то, что это не мое, и еще интересный факт, у меня у жены есть подруга, она карты раскладывает, и каждый год она мне раскладывала и вытаскивала одну и ту же карту, ну, так бывает, нет, пять лет подряд у меня выходила, старая, идет старик и тащит старую дверь, вот он ее тащит просто, настолько ему тяжело, и я такой думаю, а нахрена мне эта дверь вообще нужна, зачем я ее тащу вообще, то есть, я, мне это так тяжело дается, я, даже с учетом того, что, как бы, ну, это, наверное, не мое, но я почему-то думал, что это мое, я в итоге пытался это все тянуть, у меня получалось, то есть, реально, я рос, у меня было большое количество сотрудников, но, я, покопался в себе, понял, что мне больше всего, реально, от чего я больше всего кайфую, зарабатываю денег, от чего больше всего, это я свожу людей с людьми, я могу донести, ну, то есть, предпринимателей правильных, кто хорошо производит, могу свести с другими людьми, это я понял, вот сейчас, ну, я первый раз выступаю перед такой большой публикой, я даже немножко, классно все, да, спасибо, то есть, по факту, если мы зафиналим, то ты, а, ну, если ты продолжаешь, продолжай, да, я еще чуть-чуть только времени, сейчас я, Нелли мне отправила аудиосообщение одного товарища, не помню, как его зовут, вот, после того, после этого, как прослушал, я понял, что я хочу прокачивать свой личный бренд, я сразу после этого, в тот же день, я зашел, запилил первый видос, и сейчас каждый день буду выкладывать, у меня вообще опыт, конечно, на ютубе и так был, но сейчас я просто оставил это на долгий ящик, все, и тут решил не откладывать, и свой личный бренд я буду теперь прокачивать, вот, прямо по полной программе, браво, браво, что меня выслушали, спасибо огромное, шикарное выступление, мощнейшая энергетика, и, естественно, когда, еще, можно я еще скажу одно, вот, мне понравилось, еще, я вот, мне запомнилось, то, что ты сказал, вот, когда легко дается, там, корень, корень, какой сейчас, а, сложно просто, да, сложно просто, да, вот, действительно, сложно, это реально сложно, когда вот сейчас я понимаю, что мне должны деньги легко доставаться, и жить должно быть легко, вот с этим, вот это реально мой запрос, жить легко. Айрат, спасибо огромное тебе за прекрасное твое ярчайшее выступление, все так и происходит, все в этом мире создано для чего-то, и, когда ты находишь как раз-таки свое предназначение, то ты становишься максимально эффективным в этом, да, возьми простой стакан, то есть этот стакан, он максимально эффективен именно тогда, когда он приносит мне воду, когда он меня поет, да, то есть когда выполняет свою функцию, можно ли этим стаканом копать? Можно, Айрат, да, ну неэффективно это будет, и недолго, он сломается со временем, то есть истощит свои ресурсы, да, аналогично так же и с людьми, вот, огромное количество людей находится в формате стакана, и они могут быть максимальным ресурсом, и счастливы, и зарабатывать деньги, когда будут выполнять свою функцию, но они или копают, или пытаются забивать гвозди, или пытаются, значит, кого-то там кормить из этого стакана, использовать момент или ложки, или вилки, или еще чего-нибудь, да, вот когда ты находишь свое предназначение, тогда получаешь максимальное состояние энергии, потока, ресурса, и всех благостей и радостей, тебе оттуда начинают заботиться, вот, тебе спасибо за твое выступление, потому что я знаю, когда ты находишься в банкротстве, состояние не очень, и ты еще сильнее начинаешь себя закапывать, и вот, Суперджамп, он именно помогает поменять состояние, от состояния все зависит дальше, вот, благодарю тебе, я рад, едем дальше, и финальное выступление у нас на связи Артур, Артур, город Москва, центральная трибуна в твоем распоряжении, Сияй, ну, и три минутки поделиться своими эмоциями, своими впечатлениями, что тебе дался Суперджамп, какие впечатления он произвел, и что у тебя произошло, Сияй, включай микрофончик, Привет, Егор, привет всем, спасибо большое, очень приятно с вами поговорить наконец-то, так, ну, что я могу сказать, Суперджамп, мне понравился, Артур, давай, немножко о себе, откуда ты чем занимаешься, как ты, конечно, меня зовут Артур, мне 20 лет, я сейчас учусь в институте, параллельно сдаю на права, ну, и веду в целом обычную студенческую жизнь, вот, как попал на Суперджамп, попал вообще через родственников, то есть они мне посоветовали, вот, сначала мне приходят, говорят, Артур, тут, короче, есть тренинг, на котором учат улыбаться, я такой сижу и думаю, куда я попал, дождите, учить людей улыбаться, вот, а потом я, ну, прошел тренинг, да, ну, и во время тренинга я уже заметил достаточно изменения, и, ну, после тренинга я могу сказать, что ты реально начинаешь чувствовать себя лучше, но опять же, вот, это очень важно, нужно прорабатывать это все в себе, то есть каждую из жемчужин данного тренинга, да, нужно отрабатывать и вводить в привычку, как сказал один умный человек, я вообще мудрых людей, ну, часто слушаю, но не часто запоминаю их имена, но я точно помню, что он сказал, что наша жизнь состоит из наших привычек, и вот как раз такие привычки, которые вы даете, ну, и в будущем, надеюсь, я буду давать в суперджампе, мне кажется, это те самые привычки, которые как раз-таки помогают получать счастье людям, вот, поэтому я очень рад, что я попал на этот тренинг, и мне все очень понравилось. Артур, продекомендовал бы ты данную методологию своим друзьям, навредила бы она им? Я бы рекомендовал своим друзьям, вот, ну, у меня просто есть такая история, что я, ну, как, стараюсь не вмешиваться в жизнь чужого человека, да, пока он сам об этом не попросит, вот, а так, в целом, мне, ну, суперджамп нравится, и в целом, тренинг достаточно хороший, и если вот у людей, люди зададутся вопросом, как получить счастье, тогда я обязательно им посоветую этот тренинг. Классно, замечательно. Артур, спасибо тебе огромное, ребят, давайте поаплодируем, это показатель того, что и молодые ребята, и взрослые девчата, ребята тоже, вот, могут выполнять данное упражнение, получать результат от прохождения данного обучения, и всем, как воздух, нужна данная методология, это 100%, и я уверен, что придет время, что данные жемчужные, данные инструменты будут как дресс-код, люди не будут брать на работу, пока они не будут знакомы с данной методологией, это нормальные-то факты, как для предпринимателя, имеющий свой бизнес, Айрат будет примером, и имеющим огромное количество людей в своем подчинении, нам выгодно, чтобы люди у нас были в ресурсе, чтобы люди были коммуникабельные, чтобы у них были прокачаны вот эти навыки, софт-скиллы, ораторское искусство, импровизация, там, дивергентное мышление, чтобы они с легкостью выполняли задачи, брали на себя решение каких-то задач, не было у них страха, сомнения, переживаний, и именно есть десятки предпринимателей, которые приходят к нам с огромными компаниями, корпорациями, прокачивают своих людей, и товароборот в компании увеличивается значительно, за счет качества работы их сотрудника. Друзья, на этой прекрасной ноте у нас все, суббота, пора завершать, это прекрасные, замечательные выходные дни, суббота, воскресенье, когда мы можем провести с семьей, у кого-то есть вопросы, да, написали, есть официальный сайт, ребят, благодарю там за поздравления, есть официальный сайт, скину ссылку вам, кто пригласил, обязательно, вот, напишите своему человеку, наставнику, я не буду больше рассказывать вам, показывать, делать какую-то демонстрацию экрана, у меня был план, да, рассказывать про то, что дает Суперджамп, в принципе, достаточно мыслей, выступали разные люди, разных религий, разных национальностей, разных стран и городов, естественно, делились впечатлениями, делились своими отзывами, тысячи отзывов вы можете увидеть там, на YouTube-канале, в интернете, ну, в принципе, все, что вы ищете, вы найдете, будете искать отзывы негативные, найдете, вот, будете искать отзывы позитивные, аналогичные найдете, это так формируется отзывы, в принципе, да, даже если вы знаете, что машина Mercedes хорошая, попробуйте найти про нее негативные отзывы, будет миллион, поэтому в вашем случае, если вам откликается, где-то что-то запало, где-то пошевелилось, и вы думаете, блин, почему бы нет, зайдите, познакомьтесь, 10 дней по часу в день, все, от вас ничего не убудет, и если вам методика не понравится, и, соответственно, результата вы никакого не получите, компания вам вернет ваши деньги, 100%, поэтому даже не переживайте, мы строим бизнес наш максимально этично, максимально на честности, максимально культурно, здесь высокие ценности у каждого человека, который приходит в ассоциацию, поэтому тут вас никто не обманет, не обидит 100%, не предаст, и от вас только нужно 10 дней, только 10 дней, 10 часов, тогда вы сами уже будете сидеть в следующий раз, здесь, на центральной трибуне, и делиться своими отзывами, своими, значит, впечатлениями, как наши сегодняшние герои. Ребят, давайте поаплодируем сегодняшним выступающим, вот, я вас поздравляю, вы преодолели определенный барьер каких-то страхов во мне, возможно, переживаний, сомнений, когда 200 человек на связи, наблюдаются на вас с разных стран, и, естественно, теряются слова, все это приходит с опытом, но, скажу вам честно, мы растем именно там, где страшно, поэтому сегодня вы стали гораздо выше, гораздо сильнее, гораздо мощнее, всех добро пожаловать в нашу самую дружную международную семью интеллект-тренеров, кто еще не знаком с данной методикой. Ребят, ну, не познакомитесь сейчас, через год, пожалеете, что не познакомились сегодня, вот. Обнимаю вас всех с своим большим интеллект-тренетским сердцем, на связи был супер интеллект-тренер 20-го ранга, Егор Белозеров, планета Земля. Все ради того, чтобы сделать этот мир немножко лучше, ярче и осознаннее. Всем пока-пока, до встречи.